Люди порой находят интересные, но непонятные им вещи. Для одного человека это «ну чего это такое? Зачем мне это надо? Дома точно не пригодится, брать не буду, это мусор» и просто проходят дальше. А другие при виде подобной находки просто радуются как дети, потому что они хотят, хотят себе такую купить. Но как отличить мусор от реально интересных и дорогих вещей? Да все просто, надо смотреть такие подобные видео у меня на канале, где я расскажу кто чего нашел и за сколько это было продано. И первый лот у нас вот такая вот красота, а именно рубль Иоанн Антонович, 1741 года. Материал монетки серебро, состояние просто прекрасное, так пишет продавец. Коллекционное, никаких скрытых дефектов, сарапин, ссадин и всего такого нет. Замечу, монетку продавал человек в Днепре и тираж такой монеты 165 159 штук. Для монеты это не очень много. За такой монетой следило 70 человек и под конец торгов кто-то сделал одну заветную ставочку. И монета вот в таком вот состоянии была продана за 190 тысяч гривен. А вот человек пытался продать орден, орден красной звезды. Вот знак. Как и почему хотел продать? Да кто его знает, история умалчивает. Но чтоб вы понимали, это у нас серебро. Но как вы уже заметили по фото, есть следы реставрации, эмаль просто сошла. Эту награду когда-то заслужил Давыдов Давид Моисеевич. Вот она. За таким героическим лотом следило больше чем 500 человек. Сделали они 176 заветных ставочек. И в итоге орден красной звезды продан за 167 тысяч и 3 гривны. А вот такую вот находку парень поднял на поле. Что это? Это крест. Да, и вот этот желтый цвет говорит о том, что это золото. Настоящее золото и камень в центре. Состояние неплохое, но есть следы бытования, ношения и все такое. Так пишет продавец. Где такое продавали? Так в Киеве. Уточняет. Камень синего цвета. Размер 4 на 5 сантиметров. Вес такого вот изделия 5,45 грамма. За такой находкой следило 147 человек. Это те, которые мечтают поносить такой на шее. И сделали они 63 ставочки. И вот такая вот находка поисковика продана за 11100 гривен. А такое видали? Угу. Это находка с чердака дедушки. У нас, так сказать, подрывная машинка. Немецкого сапера. Вермахт. Симмец. Так свой лот назвал продавец. Где взял? Ну я же говорю, наверное, на чердаке у дедушки. Продавец заметил. Состояние рабочее. За таким лотом следило 7 человек. И под конец торгов все-таки кто-то сделал одну заветную ставочку. Такая находка была продана ровно за 6000 гривен. Мы, люди, бывает, коллекционируем совсем непонятные вещи. То, что для одного человека хлам, для другого, ух, мега желанная вещь. Смотрите, у нас плакат. Да, это старый киноплакат 1974 года. Фильм «Эротическая комедия» Джека Адвальда «Дипломаты США. СССР». Понимаю логичный вопрос. Ты чего, Дима, какая эротика в СССР еще и в 1974 году? Ну, выходит, была. Хотя, если вы помните, то в СССР не было ни эротики, ни кекса, а детей находили в капусте. Но не про то. Хотя, про то. Это же какая капуста? Меня, наверное, нашли в грузовичке капуста. За таким вот лотом, просто из бумаги, следило 25 человек. Сделали они 40 советных ставочек. И в итоге вот такая вот эротика 1974 года продана за 3200 гривен. Знаете, в наше время есть банковские сливки. Такие огромные куски золота, да? А когда-то был банковский рубль. Вот как у нас. Рубль 1796 года. Такая монета считается очень редкой. Именно за этой следило больше, чем полтысячи человек. Сделали они 261 ставочку. И если вот вы стоите, лучше присядьте. Такая монета была продана. Ровно за 270 тысяч гривен. Лот из той песни. Да ладно, а я такое выбросил. У нас, друзья, так сказать, древняя кофемолка. Вот на такую когда-то мололи кофе. И разное подобное. Вот посмотрите. Вот реально, если бы вы такое нашли у бабушки или у дедушки, точно бы выбросили. Не придали бы никакого значения. А зря. За таким лотом следило 11 человек. Это гурманы, которые любят кофе. Сделали они 38 заветных ставок. И в итоге такая вот железяка, никому не нужная, на первый взгляд, продана за 3 тысячи и одну гривну. И такое находят люди. Смотрите, какая красота. Да-да, это золото. А именно, древнее золото. Это украшение. Золотая лунница ЧК. Продавец даже заморочился и сделал пробу золота. Девятисотая плюс. Состояние отличное. Чуток равнялось ушко. Так утверждает продавец. Но тут не поспоришь. Какая красота. Какая детализация. Где такое нашли? Ну да где-где. В Черниговской области, как всегда. За такой неземной красотой следило 358 человек. Ну это любители золотых украшений. И сделали они 80 ставочек. И в итоге такое украшение древнее было продано за 27 тысяч 700 гривен. Как и в наше время, и давным-давно люди любили попить холодного пивка в жару. Да, раньше были вот такие вот и подобные им пивные бокалы. 0,25 литра. Для многих людей это просто бокал. Чего в нем такого? Но вы знали, что бокалы тоже бывают редкие. И очень редкие. За некоторые можно купить не одну ванну пива. В нашем случае пивной бокал на 0,25 литра. Артема НКЛП. У СССР 1937 года. Данная находка является как бы очень редкой. За таким лотом следило 16 любителей пенного. И сделали они только, представьте, 150 ставок. И в итоге такой вот на первый взгляд обычный бокал продан от здесь внимания. Ровно за 14 тысяч гривен. Лот из той песни, что да ладно, Дима, ты что шутишь? Смотрите, у нас три клубочка ниток. Да-да, три старых кубка ниток. Только нитки. У нас лен и конопля. Ну, раньше так нитки делали. Такие нитки считаются натуральными. И нет, курить их нельзя. Втирать, мочить, вымочить и все такое. За таким лотом следило 2 человека. Но это те, которые, наверное, не знали, что курить их нельзя. И под конец торгов все-таки была сделана одна заветная ставочка. Такие три клубочка проданы за 210 гривен. А вот, смотрите, что нашел человек. Это просто даже представить сложно. Это шайная гривна из золота. Чтобы вы понимали, человек заморочился и сделал пробу. Смотрите, 958 пробу держит. Что такое шайная гривна? Это украшение. Оно было кольцом. Просто его сагетехника. Хоп и кукин-квакин. Видите, повреждения. И разогнуло. А так это было украшение. Достаточно не бедного, а можно сказать, очень-очень богатого человека. Продавали такую находку в Черкасской области. Вес только представьте. 51,26 грамма. Больше 50 грамм древнего золота. Лот выставили с низкого старта. Люди набросали 2174 доллара. Но, увы, лот так и не был продан, потому что была установлена резервная цена. Было переставление, где человек хотел около 4000 долларов. Но, увы, не дали. Так что находка пока не продана. А вот, смотрите, и такое бывает. Парни приехали копать на луг, который просто вот недавно вспахали. И обнаружили, что плугом вывернуло вот такие вот камни. Они сразу поняли, что камни-то не совсем камни. Это статуя, но ее сломало на 4 части плюс головной убор. Что за статуя? Это половецкая каменная скульптура. 12-13 век. Какая старина. Есть на ней также солярные символы или знаки. Они так и не определились. Они все погрузили в багажник. А замечу, это где-то 300-350 килограмм. И повезли, понятно, домой. Чтобы вы понимали. Общая длина 235 сантиметров. Небольшая ширина. Всего-то около полуметра. Толщина 25 сантиметров. А общий вес, как я уже сказал, где-то 350 килограмм. За таким лотом следило 389 человек. Сделали они немного. Всего лишь 38 ставочек. Но в итоге вот такая вот сломанная каменная скульптура 12-13 века была продана за 40 тысяч и 10 гривен. Под конец один заграничный лот. Мир сошел с ума. У нас Наггетс от Макдональдс. Да-да, вот так вот обжарили кусочек курицы и получилась вот такая вот штучка. Отдаленно она похожа на персонажа игры Амонт Ас. Покупатель, когда нашел ее у себя в меню, не съел, а поставил на ebay с 99 центов. Так, для смеху. В итоге вот такой вот Наггетс был продан почти за 100 тысяч долларов. Без трех баксов. Вот так вот мир сошел с ума. Так что, друзья, если у вас есть находки, которые хотите поменять на деньги, а не знаете как, напишите мне по ссылочкам снизу. Подумаем вместе. Продолжение следует...